Праздник охотников в эти выходные прошел в Ижимском районе республики. Участники из разных поселений соревновались в метании топора, стрельбе из лука, охотничьем биатлоне и даже гонках на снегоходах. А в широком поле между Ижмой и Ластой в это время развернулись многочисленные подворья и народные гуляния. Познакомилась с местными традициями наш корреспондент Ксения Лусева. Теплая шапка, кафтаны сукна и шерсти, кожаный ремень, маховые сапоги, ну и какой же настоящий охотник без своего трофея. К конкурсу на лучший традиционный костюм каждый участник готовился основательно. Кто-то шил наряд с соблюдением всех традиций специально на заказ, а кто-то привез семейную реликвию, которую бережно хранят и передают дома из поколения в поколение. Так, например, Лузану – это специальная накидка на верхнюю одежду одного из охотников уже около 200 лет. Впрочем, победу после долгих обсуждений жюри все же отдает другому участнику. Костюм Сергея Репина из Бахура полностью повторяет традиционный наряд коми-ижемца. Каждый год проходит праздник. Вот и приехал посмотреть, поучаствовать в состязании охотников. Я сам с детства на охоту хожу, на рыбалку. Поэтому, как бы, традиция уже каждый год. В этом году праздник проходит уже в 16-й раз. Когда-то его начинали проводить по инициативе самих ластинцев. До революции деревня славилась своими оленеводами, но при советской власти у жителей остались только охота и рыбалка. В 1927 году именно здесь было образовано одно из самых первых и затем самых добычливых в коме охотничьи промысловых товариществ. Ижемские охотники славились на всю республику. Первые праздники проводили прямо в деревне Ласта. Это на площади около Дома культуры. Там площадь маленькая и все сжато было очень. Тоже такая трупа была. Но сейчас, видишь, на лугу, на берегу речки простор у нас. И вот это новое, считай. Праздник удался. Нормальных жителей даже больше, чем в прошлые разы собралось. Немножко программу поменяли, более интересную. Сюрпризы участников поджидают и на полосе препятствий. Здесь организаторы приготовили сразу несколько испытаний. Охотники демонстрируют силу и ловкость в метании топорам, стрельбе из лука, устойчивость в ходьбе на ходулях и по бревну, а также быстро взбираются на столб за воображаемой куницей. Этот этап на скорость, но все же главное, как говорят сами участники, получить удовольствие и попробовать свои силы на каждой точке. Традиционно большинство зрителей собирает именно полоса препятствий. Одно из испытаний здесь – это метание копья. Для того, чтобы попасть в яблочко, многие охотники тренируются не один день. Посмотрим, что получится у начинающих. Прицеливаемся, кидаем. Ну, потенциал определенно есть, а вот над точностью еще придется поработать. Впрочем, и это еще далеко не все. Самые сильные стойки и переходят к следующим этапам. Впереди охотничий биатлон, зрелищные гонки на снегоходах и состязания по разжиганию костра. В последнем участие принимает и глава КОМИ Владимир Уйба. По его мнению, такие национальные праздники – это богатство республики. И еще одна хорошая возможность рассказать о КОМИ не только нашему, но и иностранному туристу. Наш тоже внутренний турист, ведь он не видит такого. Он же видит, как правило, такие вот уже постановочные вещи. А здесь, по сути, люди показывают то, как они живут. То есть оленеводы показывают свое искусство, охотники показывают свое. Это очень важно, чтобы корни не забываются и традиции поддерживаются. Поэтому очень хороший праздник. Я думаю, что совершенно точно он будет и дальше, а мы будем всячески его поддерживать. С местными традициями и обычаями сегодня здесь можно познакомиться и за пределами соревновательного поля. Каждая подворье подготовила свою насыщенную культурную программу. Так, например, Мокча предлагает Тирм, Кельчи-Юр – фотосессию в национальном охотничьем костюме, Гам – выставку различных саней, а Сизяпск традиционно принимает гостей в Чуме. Все это поднародные песни и звонкие переливы гармошки. Это полное погружение в атмосферу большого национального праздника на гостеприимной Ижимской земле. Очень интересно и очень познавательно. Я вижу, что на празднике огромное количество детей. Конечно, для того, чтобы наша жизнь, наш быт, наши традиции передавались, такие праздники необходимы. Все коми национальные праздники, они очень самобытные, очень оригинальные и неизменно вызывают большой интерес. И, с моей точки зрения, наша задача – привлекать, пропагандировать вот такие праздники, чтобы как можно большее количество людей узнавало о них и приезжали. Первое место в конкурсе подворий досталось хозяйке фестиваля «Ласти». Жюри и гостей поразило, с каким трепетом местные жители рассказывали про родную деревню, ее историю и многовековые обычаи охотников. Впрочем, победила здесь сегодня, по признанию всех без исключения, все же дружба. А еще уважение к обычаям и традициям и любовь к родной земле. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрген, Ижимский район.